Продолжение следует... Есть вопросы за день. Пожалуйста, с тобой. Добрый день. Прекрасная лекция. Благодарю вас. Сразу же два вопроса по теме. Есть такая известная рекомендация. Не судите, да не судимы будете. В связи с этим вопрос. Почему судьи получили право судить? Отсюда же вытекает следующий вопрос, очень близкий. Каковы были критерии выбора судей в библейской истории? И следующий вопрос тут же, он очень близкий. Что объединяет всех этих людей? Что у них общего? Какие у них общие черты? Это первый вопрос. И я сюда же фразу второй хотел бы задать вопрос. Давайте по очереди сейчас в первом вопросе. Да-да-да. Я просто задам второй вопрос, тесно связанный со всей этой линией, с вашего позволения. Еще нам известны судьи, отец все отдал, весь суд отдал сыну. Еще нам известны судьи, сядете судить 12 колен Израилевых. Еще нам известны судьи, откровение, поставленный престол и судить. И сразу же сюда, что объединяет всех этих судей? Есть ли связь между всеми судьями в библейской истории? То есть такой вопрос по всей линейке писаний. Спасибо. Вопрос, конечно, очень обширный. Я, в общем-то, отчасти касался, ну, если так сказать, критерии, критерии выбора судьи были, ну, и сформулированы. Это особая все-таки избранность человека, обусловленная его духовными, душевными намерениями и устроениями. Он все-таки там не самый сильный, не самый богатый и так далее. То есть по способностям его слышания Бога, по желанию исполнять волю Божию. Вот такие были критерии выбора судьи. Если мы перейдем к дальнейшему периоду, к периоду царства. Почему Господь, например, отвергает Саула и избирает Давида? По тем же самым причинам. Давид слышит Господа и хочет его волю исполнять. А Саул превозносится, хочет как-то вот сам по себе, да, автономно царствовать без Бога. Вот. То есть здесь есть определенный совершенно критерий. Потом, что касается, так сказать, вот этого известного евангельского высказания из Нагорной проповеди. Не судите, да не судимы будете. Он относится вообще к осуждению людей. К бытовому осуждению. Какой меру мерить, такой вам будет отмерен. То есть как мы смотрим на людей. Вообще, если Господь учит нас не осуждать ближних, это не значит, что Он хочет не спровергнуть сам институт судейства, например. Вот сам институт судейства, все-таки это институт установления какой-то справедливости, да. Обращаемся к человеку, скажем так, незаинтересованному в выборе какой-то стороны, да. По крайней мере, он должен считаться нейтральным. Склонному исходить из понятия закона или совести, так сказать. И пытаемся решать человеческий спор, который двое решить не могут. Функции судей очень часто исполняли. Вот мы видим, кто, так сказать, цари исполняли, исполняли. Вспомните историю с Соломоном. Приходит женщина, да, у которой ребенок умер ночью и подменили. Помните там, да, историю? Что делает Соломон? Он осуждает там, приступает он за путь, не судить, да не судим будете. Нет, он своим разумом, премудростью, данным от Бога, пытается решить эту непростую ситуацию. Явно никакой заповедь, так сказать, не судить, он не приступает. Поэтому здесь все-таки не надо, я бы сказал, передергивать, да, и объемы понятий менять. Вот. Тем более, когда речь идет о избранниках Божьих, специально поставленных на то, чтобы такие вопросы не решать. Разнообразные, в том числе и вопросы судейства. Вот. Что касается суда над всем миром, да, действительно, вот несколько раз в Священном Писании говорится, например, с одной стороны, отец отдал суд сыну. Господь говорит, а я не сужу никого, да. Можно сказать, противоречия. Правда, те за ней. Или, например, говорится, тем не менее, ныне суд миру сему. Князь мира сего изгнан будет вон, да. То есть, под понятием суда, это разные вещи, на самом деле, подразумевается. Иногда. Суд, он не обязательно, так сказать, в какой-то процедуре, защите, осуждении, там, в слове прокурора, так сказать, и защите, который адвокатуру представляет. Суд, он может быть и в самих событиях явлен. То есть, некое объявление истинной, подлинной, так сказать, вот, сущности вещей, которая за этим стоит. Ну, греческое слово, например, суд. Кризис, между прочим. А критис, судья, да, кризис. Вот мы слово кризис с вами используем, там, сейчас непонятно как, да. Да, у нас там кризис образования, демографический кризис, экологический кризис, куда не посмотришь, спасной кризис. Кстати говоря, профанируем это слово, потому что, на самом деле, оно подразумевает, все-таки, не просто, так сказать, что вот, ну, какая-то беда с нами случилась, там, демографическая какая-то катастрофа или экологическая. То есть, подразумевает, что, вообще-то, нужно сесть и рассудить, а как мы попали в такую ситуацию, и как нам вообще из нее выйти. То есть, произнести некоторый суд над собой самим, может быть, над своим обществом, да. Вот, есть греческий термин диакрисис, рассуждение, да. Богословский метод рассуждения. Развлечение понятий, например, да. Развлечение источников, причин и следствий. Вот, и что же мы теперь, так сказать, должны будем, вот, всю эту работу человека, так сказать, нивелировать заповедь, не судить, да не судимы будете, так сказать? Ну, наверное, нет, очевидно. Что здесь объем понятия, так сказать, могут быть различными. Тем более, когда мы говорим о суде, который Господь будет над миром производить. В книге «Апокалипсис», если обратиться, об этом сказано довольно определенно, да. Там говорится о 24 престолах, на которых кто-то сидит. Загадочное повествование, да, но они совершают суд, но, опять же, не сами по себе, а вместе с Сыном Божиим. Суд проявляется, вот, подлинная правда об этом мире через Агнса, да. Агнс закл на престоле. Апокалипсис нам об этом говорит, да. Сейчас повторю. Почему Господь судит этот мир? Потому что Он себя принес в жертву. Потому что Он отдал самого себя. Вот Его право судить. То есть, оно, как Бог имеет право это и так, вроде бы, да, по своему бытию, изначально, так сказать, независимо от творения этого мира, так сказать, исторических событий. Но Господь как-то по-другому это вот разворачивает. Вот, суд, он проявляется в отношении к Агнсу. А как ты относишься ко Христу, к его жертве? Уподобляешься ты ему, любишь его или нет? Вот, здесь без всяких слов осуждения, вот уже суд может так осуществляться. А кто при этом эти вот 24 там старца? Загадка, они по именам не названы. Ну, мы предполагаем, что 12 апостолов, с одной стороны, то есть 12 свидетелей Нового Завета. Отметим, что все они мученической кончиной и проповедью, так сказать, засвидетельствовали свою любовь ко Христу, да, явили свою любовь. То есть подлинную сущность свою обнаружили уже. Вот, а кто 12 еще, так сказать, кто-то из Ветхого Завета, вопрос, так сказать, 12 судей, в смысле из этих, это родоначальники 12 колен Израилеву? Может и нет. Почему? Потому что далеко не все из них вели праведный образ жизни. Хотя и были, например, Иуда был предком по плоти Господа, а не он ли продал своего брата? Не по его ли совету в рабство его всего был продан? Помните историю? То есть, ну, как и в всяком случае, какие-то праведники Ветхого Завета. Может быть, их число символического апокалипсиса в качестве такого, так сказать, символического числа полноты 12, плюс 12, да, вот высказано. Но, во всяком случае, это те, кто засвидетельствовал своей жизнью. И вот уже появление, например, человека пред ними, да, любого, вот на этом суде, вот Господь, как Агнец Заклана, да, вот эти вот свидетели его, оно уже производит суд, так сказать, а твоя-то жизнь, собственно, чего стоит? Что ты в своей жизни сделал, добился, как ты проявил свою любовь ко Христу? Жизнь твоя действительно столь ценна, что она вот может быть, что Агнец, изливший кровь за нас, вот не зря ее излил. Или твоя жизнь – это пустышка, понимаете? То есть все это может и вот в таком явлении, да, как бы обнаружение подлинной сути и ценности вещей происходить. А при чем здесь осуждение ближних, например, там, не судите, да не судим будете. Я полагаю, все-таки разные вещи. Вот, так что и здесь, когда мы видим какие-то, вот, так сказать, какое-то избрание людей, да, на определенные, для определенного суда, ведь дело не то, что, вот, там, засудить, так сказать, или мы не о каких-то, так сказать, ни о пенитенциарной, ни о какой-то следственной системе в Израиле не знаем, да. Как правило, они выполняют роль, еще раз говорю, судьи. То есть они рассуждают какие-то дела, но главным образом действуют через совесть, обличая тех, кто неправильно поступает, да, приводя их, так сказать, в разум, да, и, так сказать, устраняя какие-то вот такие… А главное действуют как спасители, возглавители народа, да, то есть для того, чтобы их к воле Божией привести. Еще раз повторю, обратите внимание, что это период теократии, богоправления, когда Господь долго пытался на протяжении длительного периода воздействовать на людей именно через совесть. Через совесть. Правда, этот период заканчивается неудачей такой, в каком смысле, да? Люди перестают совесть слышать. Вот, кстати, очень интересное замечание в конце книги Судей, когда история об Авимилехе, так сказать, его узурпации власти, он хочет быть царем, и в Сихиме захватывает власть, да, определенную. Вот, и там такое горькое замечание автора книги Судей. А кто был автором, ну, предполагают, что последний судья порог Самуил, вероятнее всего. И вот, и он пишет, в те годы не было царя в Израиле, и каждый поступал так, как считал должным, то есть каждый делал, что хотел. Этот горький вывод, так сказать, почему в конце вот так вот, да, вот книга Судей заканчивается. Люди перестают голоса совести слышать и голоса Божия. Им нужен какой-то внешний авторитет. Царь сказал, так сказать, все свободны от мук совести, да? Так, этот враг назван врагом, значит, враг, так сказать, да? Вот, не назван врагом, значит, не враг. То же самое в делах. И вот, почему, например, отказ от теократии, очень важный период в эпохе Израиля, переход к монархии, ну, является, может быть, началом блистательных военных побед, с внешней стороны блистательного царства, но в духовной жизни он является периодом падения или понижения, потому что это отказ от очень тяжелой работы, работы совести, которая позволяет, по крайней мере, как-то все время оценивать свои поступки, ну, в свете божественной истины. Вот от этого отказались, к сожалению, да? Перешли к какому-то другому, так сказать. Взывали Господу, просили, а почему мы не как другие народы? Где у нас царик, где армия, так сказать, там, да? Спасибо. Итак, следующий вопрос, к концу зала, пожалуйста. Добрый вечер, спасибо большое вам за лекцию. Вопрос у меня про конкретный момент из книги Судей, про момент, когда Самсон собирает мед из трупа льва на брачном перу, кормит им гостей и предлагает своим же гостям угадать, а что это они такое поели. До этого на это 7 дней призом становится, по-моему, еда и одежда. Собственно, гости в течение 7 дней отгадать не могут, потом обманывая, ведывает ответ правильный. И тут говорится, что Самсон, естественно, рассердился на это, что они обманом отгадали. Говорится, что на него сошел дух Господень, то есть было благословение Господне. Он идет, убивает 30 человек каких-то других, которые вообще не на перу, а в каком-то другом поселении, собирает с них одежду и отдает тем, кто этот спор выиграл. Как можно растолковать этот момент? В чем его смысл? Спасибо. Ну да, момент такой двусмысленный вроде бы, опять же, с точки зрения современного человека, вообще совсем непонятно, так сказать, что здесь такого. Ну, во-первых, мы должны немножко окунуться в культуру того времени. Вот на Востоке, не только в Израиле, и среди соседних народов, и в Египте, это для Финикии характерно, вообще была, значит, некоторая такая культура или искусство, может быть, загадывание загадок и отгадывание их, так сказать. Это как бы некая демонстрация не только иногда собственного ума, иногда силы даже своего царства. Сохранились ближневосточные источники, например, которые нам повествуют, так сказать, о состязании царей разных. Например, повествование о Соломоне, оно содержит то же самое. Вот загадки некоторые, так сказать, загадки и отгадки. И считалось, что нужно, в всяком случае, действовать честно, так сказать. То есть, собственно, мы можем догадать. Когда правило нарушается, это, в общем-то, рассматривалось очень серьезное преступление этики. Такой, так сказать, обман. Обман некоторый. Человек должен был продемонстрировать силу ума. Поэтому, если Самсон производит, так сказать, какое-то вот после этого, там, не только возмущение-то вызывает, но и какое-то наказание, то есть, очевидно, что он действует в категориях этой все-таки культуры, да, то есть, наказывает совершившего преступления определенные. Другой вопрос, что мы сейчас немножко, так сказать, на это смотрим как-то так там. Все время кажется, что ветхозаветный персонаж за какую-то грань переходит, так сказать, но не надо ветхозаветным персонажам навязывать правила новозаветной этики. Понимаете, они в другом и культурном, и нравственном контексте находятся. Поэтому то, что кажется, так сказать, для нас невозможным, оно для нас так кажется, потому что мы новый завет. Как-то, так сказать, читали, как-то пытаемся исполнять, по крайней мере, в культуре, которая все-таки порождена новым заветом. Так, еще вопросы. Есть вопрос в зале. Пока в зале этот вопрос готовится, вопрос по бумажке. Правда ли, что филистимляне первыми придумали алфавит, как обозначение буквами каждого звука речи? И у филистимлян был город Библос. От него ли произошло слово Библия? Это, наверное, филистимлян с финикийцами немножко, так сказать, перепутал. Второй вопрос, хотя название похожее. Нет, не филистимляне, конечно, придумали алфавит. Алфавит придумали все-таки жители Ханаана. И финикийцы к этому приложили, так сказать, руку, очевидно. Самые древние образцы письма, которые мы с вами могли бы наблюдать, находятся на Синае, в рудниках. Я имею в виду не иероглифическое письмо как раз, типа египетского письма, и не клинопись, а вот то буквенное, или может быть слогово-буквенное письмо, которое лежит в основе нашего, например, с вами алфавита. Надежно, но более-менее датируется это 15 веком дождества Христова. То есть эти надписи оставили рабы, которых в Ханаане захватывали египтяне и, соответственно, использовали на рудниках, там медные рудники на Синае. Среди этих надписей прочитывается даже имя Божие, Эль. Например, вот это протисинайское письмо, оно свидетельствует, по крайней мере, о распространенности в Ханаане в то время. Пожалуйста, это письма. Там есть спорный вопрос, можно ли датировать 18 веком, потому что 15 веком это 100%. Перестемляне, как и вообще народы греческой культуры, греческой культуры, позаимствовали это. Вот в контактных зонах, так сказать, в нескольких, очевидно, побережье Леванта было одной из такой контактных зон, происходил заимствование алфавита. Древнейшая, собственно говоря, легенда греческая о происхождении алфавита, она возводит к некому восточному принцу Кадму, который, очевидно, по происхождению финикийца, от которого, так сказать, вот это вот некое знание алфавита. То есть, извиняюсь, что греческий алфавит – это приспособление вот тех самых букв, вот так сказать, ну, в протокононическом письме не находится. В принципе, я даже могу показать, я не знаю, как тут, если вам интересно. Сейчас я посмотрю, может быть, у меня есть картинки, если это нам повезет с вами. Боюсь, нету здесь у меня на этой флешке. А то, что касается Библоса, так сказать, ну, да, слово Библия, которое переводит книжки, книжки переводятся, так сказать, от этого города. Но это финикийский город, а не филистинский. Так, вопрос в зале, пожалуйста, задавайте. – Не могли бы Вы сказать, какое примерно время проходило между, скажем так, вот чудом, да, который делал Господь с победой… – Не наслышал еще раз. Между чем? – Между победой над народами, да, которые угнетали, да, и между следующим падением израильского народа. То есть примерно сколько им хватало, чтобы вот забыть это Божие чудо, да, и опять туда же вернуться. И вот хотел узнать все-таки, почему так происходило. Вот Вы сказали на лекции, что уже следующее поколение переставало что-то помнить. У них как-то была слабо развита там передача из уст в уста, то есть как-то воспитание или… То есть что они так быстро вот отступали. Спасибо. – Хороший вопрос. Ну, скажем так, если в целом просмотреть хронологию книги «Судьи», она очень сложна. Очевидно, мы не можем выстроить вот четкую последовательность. Вот те судьи, о которых повествуются, могли одновременно, потому что там речь идет то о коленах северных, то о южных и прочее, так сказать. Они могли параллельно, да. Мы не можем просто так сложить все эти повествования, посчитать, так сказать, там по примерным датам. Не получится. Очевидно, в некоторых случаях они будут параллельными, да. Но, во всяком случае, можно сказать, что период довольно большой был. Период Судьи, скорее всего, он продолжался, так сказать, порядка 350 лет. 350 лет в целом. Что касается смены поколения. Ну вот, как правило, 40 лет – это так и библейское число поколения, да. Сколько поколений продолжается, да. Он первый царь, Саул, Давид, да, они правят, Соломон тоже, по 40 лет. По 40 лет. То есть поколение, да, вот, во главе с каким-то царем. Что касается забывчивости народа израильского, ну, очевидно, да. Вот одного поколения хватало, чтобы забыть, судя по повествованию. И она даже быстрее, чем 40 лет, так сказать, происходило вот это. Еще раз повторю, что было таким фактом, негативом. Не то, что устное предание отсутствовало. Вот Гедеон, например, я вам приводил пример, да, сидит и сокрушается. Он знает о том, что было. Но это как бы было давно и не с нами вроде, да. А то, что здесь с нами, вот тебе вал, вот тебе старта. Все понятно и просто, так сказать. Богу молиться надо, и еще неизвестно, ответит он тебе, не ответит. А тут, так сказать, бытовая магия, принес какую-то жертвочку, да, так сказать, совокупился, так сказать, с ожирицей, и все тебе будет хорошо. Все просто и понятно и доступно. И люди, к сожалению, на это падали, вот, регулярно, так сказать, на этом самом преткновении вот с этой самой ханонейской религии. Понимаете? То есть дело здесь не в отсутствии устного предания, когда отсутное предание довольно хорошее, судя по всему, было. Потому что, ну, например, пророк Самуил, если мы его считаем, ну, скорее всего, справедливо считаем автором книги «Судей», да, мог обобщить хорошими, большими деталями предания о суде, сохранившихся в разных коленах. Это, кстати, был большой труд, представляете, так сказать, вот, в разные колена, да, сохраняли предание кому-то своем судье. Я думаю, что, так сказать, рассказы хранились неплохо, потому что подробности есть о многих. Серьезные. То есть вот причина именно та самая. То есть неисполнение воли Божьей изначально. Не изгнали ханонеев. Поэтому так быстро падали. Вопрос по записочке продолжает ваш рассказ. Почему израильтяне истребляли ханонеев, а не проповедовали им истинного Бога? И проповедовали ли вообще израильтяне истинного Бога? Израильтяне убивали ханонеев как некую заразу. Получается, что заповедь «Не убей» была отменена Богом на какое-то время. Она не то, что была отменена. То есть заповедь «Не убей», опять же, вот это как вот с этим вопросом. Не судите, да не судим, бойте. Она запрещает какое-то, так сказать, убийство, частное, в смысле преступление. Она не запрещает войну. Она не запрещает казнь. Потому что параллельно мы с вами видим в пяти книжах, так сказать, установление определенной четкой, за что полагается смертная казнь. Причем жестокая, до сожжения, да? Вот, например, дочь священника взята в прелюбодея, не то, что камнями должна быть побита, еще и сожжена. Посмотрите. То есть это очень жесткое обличение греха. Свойство человека, вот, так сказать, долго пребывающего в язычестве, допустим, или народа, окружение языческих народов, каким, собственно, и был народ израильский, таково, что, вот, так сказать, плохому учится человек падше быстро. Понимаете? Миссионерствует. Ну, я посмотрю на вас. Приходите, так сказать, куда-нибудь к статуе Баала, где там детей закалывают и сжигают, и помиссионерствуйте. В лучшем для вас случае вас тут же в жертву принесут, мученический жизнь закончите. То же самое касается, так сказать, и с теми, кто, так сказать, увлечен культом плодородия, например, да? Почему в таких жестких, так сказать, красках, категориях, я, по-моему, в общем-то, я не знаю, может, человек опоздал, описал вообще этот культ, да? То есть, чему придавались, так сказать, вот эти вот все сторонники, последователи культа плодородия. Правда, аналогичные мистерии были и в других странах, там, ну, допустим, какие-нибудь. Или в Зинске мистерии, там, и Дионисийские оргии в Реции. То есть, все культы плодородия подразумевали, так сказать, ну, понимаете, вот, напиться и устроить свальный блуд. Вот что это. Вот можно человеку, который, так сказать, всю жизнь вот так вот Богу служит, так сказать, что-то проповедовать? Очевидно, какой-то момент уже нет. Очевидно, нет. Поэтому приходится сделать вот такую жесткую операцию, так сказать, отсечения. Очень характерный пример можно привести в этом смысле, если посмотреть на судьбу народов, населявших Ханан. Ведь не все сразу, так сказать, стали те самим Хананем. Еще раз повторяю, разные народы приходили, вторгались, как правило, с севера, с северной части плодородного подмесяца, из Месопотамии, хотя вот и хитей были, то есть хитта из Малайзии как-то переселялись. Но, во всяком случае, все в итоге вот попадали, разные религии имея, вот в тот самый плохой вариант, понимаете? Те же самые филистимляне, да? Они очень быстро хананизировались. Придя среди хананеев, не имея какой-то религиозной, религиозного иммунитета против их религии, они хананизировались. Они потеряли язык, они же индоевропейцы по языку. Мы практически не видим, так сказать, каких-то там, скоро у них даже остатков языка индоевропейского. Воспринимали семитскую речь, семитское письмо воспринимают, божествам семитским начинают поклоняться, и происходит сколько-то поколений, так сказать, там, филистимлян, по религии, но мы мало можем, так сказать, чем отличить от тех же самых хананейев. Хотя пришли они одновременно с народом израильским, да, в землю бытованной, практически одновременно, да? То есть разница небольшая. Опять же всего лишь там полусотни, там сотни лет измеряется. Для народа это не так много. То есть народ израильский, если бы он не истреблял, не враждовался от религии хананейской, ждала бы там самая судьба. А вот давайте посмотрим на последствия. Народ, избранный Богом, происходящий от Авраама, избранного, признанного с Месопотамией, да, вышедшего от язычников. Народ, сохранивший, единственный народ, сохранивший веру в истинного Бога. Он так бы и не смог существовать и погиб бы под, так сказать, гнетом окружающих народов в религиозном смысле, восприняв религию хананеев. Могло бы произойти воплощение и спасение мира. Нет, места ему не нашлось бы. Понимаете? Господь должен от причистой девы был воплотиться. Понимаете? И среди людей, которые верили в истинного Бога. А среди хананеев нет возможности Господу воплотиться. Не с кем Господу вступить в общение. Потому что какое согласие Христа с Вильяром. И вот об условности вот этой самой сатириологической задачи, так сказать, вот общей спасения всего человечества. И задает, соответственно, вот необходимость народа израильской воевать с хананеевыми все время своего бытия в ханаане. Они должны, они обязаны воевать. Если они не воюют, переходят к мирному существованию, Господь их обличает. В том числе и через игру вот этих вот народов, которые периодически на израильтян нападают. Можно ли общаться с Богом, как люди общаются друг с другом? Молитва это общение с Богом, но человек обращается через слова, а Бог отвечает на чувственном уровне. Может ли в наши дни Господь говорит нам так, как говорил Гедеон? Вообще, Господь, конечно, говорит так же и даже более ясно, чем Гедеону в наше время. Но зависит, мне кажется, от чувствительности сердца человека. Если мы не слышим голос Божий, то это не от того, что Господь не говорит. Это просто внутренние преграды нашего сердца. Вот иногда к крещению подходит, например, задает вопрос, как услышать голос Божий. Отвечает батюшка, хороший батюшка, Евангелие почитай. Почему-то многие современные люди считают, что это батюшка для отмазки сказал. Иди грейся и питайся, Евангелие читай, так сказать. Нет, вы мне голос Божий дайте услышать. Но дело в том, что для человека, у которого сердце оттекчено страстями, у которого, так сказать, ожирело от обжорства, так сказать, очерстверло от гордости, поначалу и не существует другого способа услышать Господа, как вот просто через написанный текст. Вот нужна ему такая, как говорится, костыль такой ему нужен, такой вот палка, на которую он опирался. Написанный текст простым языком с простым повествованием, которому говорится, вот Господь такой и хочет от нас вот этого. Вот для начала нужно вот это вот расслышать. А когда научишься через священное писание слышать Господа, если вникать будешь слова молитвы, если со страстями будешь бороться, в конце концов услышать голос Божий в сердце. Вот. Это не то, что, так сказать, там, задача для избранных, вообще возможное такое. Я по-другому бы сформулировал. Это вообще, дорогие мои, наша с вами обязанность слышать голос Божий и волю Божию. Узнать и услышать о самих себе в первую очередь. Вот перед нами, перед каждым из нас в конце концов какой-нибудь выбор стоит. Вот как быть там, например. Обычно над семинаристами шутят, да, что делать, так сказать, жениться или монашиться, так сказать, пойти. Да, вот главный выбор жизни. Ну вот. Может быть и не главный, но важный. Ошибешься, потом всю жизнь будешь, так сказать, вот мучаться, потому что неправильный выбор сделать. А как понять? Любой духовник порекомендует. И начни с молитвы. Ей продолжи, ей закончи. То есть молишься и понимаешь в итоге, вот голос Божьего сердца прозвучит, у тебя возникнет действительно такое какое-то понимание того, что же оно было на самом деле. Как правильно поступить? Сердце успокаивается как-то. Хотя, вот я вас уверяю, бывают случаи, когда прямо действительно голос слышишь. Могу рассказать историю собственную из студенческой жизни. рассказать вам, да? Вот. Я, наверное, стал стареть, меня тянет на воспоминания о студенческой жизни. Ну, простите, мою немощь. Я, когда учился в семинаре, у него был такой один серьезный преподаватель догматики. Вот я много учился в университете, семинаре, академии. это был самый страшный из всех, включая школу. Вот. Он прям спрашивал, так сказать, по-серьезному и давал хорошо, но он спрашивал по-страшному. Вот. И была такая, значит, был экзамен, я догматику хорошо знал, наверное, пожалуй, лучше всех на курсе, но, так сказать, как это, свойственно немощному человеку, конечно, боялся. Вот. А еще беда в том, что праздники попадают на сессию. Вот. У нас, помню, был экзамен по догматике, значит, один экзамен, который надо было готовиться, по-моему, по священному писанию, потом отдание Пасхи, потом Вознесение и на следующий день догматику. Вот. Те среди и знают, так сказать, студент стоит здесь тоже. Ситуация ужасная, да. Утром на службу, вечером на службу, значит, уже ни сил, ни времени не остается, ну, где-то там в перерыве что-то учишь, так сказать. Я хотел вроде и знал, и учил все хорошо, так сказать, там, и другим подсказывал, но понимал, что некоторые вопросы я все равно не знаю. Ну, сделал все, что мог, так сказать, вот выучил, как мог. Своим соученикам даже подсказал, так сказать, как шпаргалки сделать, страшного преподавателя обойти, вот там было 40 вопросов, значит, по 40 билетов по два вопроса в билете, 80, значит, вопросов в итоге. Каждому требовалось знать две тридцати от священного писания наизусть, обязательно, да, при множестве, значит, 80 на 3, получили, да, цифру. Вот, соответственно, нужно было хорошо ответить вопрос, на дополнительные вопросы отдать, и обязательно ссылаться на священное писание, формулировать. Тут было такое строгое правило. Вот, ну, вот просто так выучить, так сказать, наверное, как бы, ну, можно, но не всегда всего помнишь. Я, конечно, в течение года что-то знал, так сказать, готовился, как взамен подготовился, но чего-то не знаю. Понимаю, прекрасно, что не знаю, думаю, ладно, шпаргалками не буду пользоваться, вот, я сделал по-честному все, что мог. Вот, помолился, иду на экзамен, значит, меня вызывают, начали снизу, у меня фамилия Н.А.Т., я четвертый, три Библии со шпаргалками достаются не мне, а предыдущим трем, я четвертый, значит, мне дают такую баптистскую Библию в руки, так сказать, которой шпаргалки нету, вот, я понимаю, что уже все, 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 все по-честному, иду на экзамен, значит, открываю, достают первый билет, я его знаю, хорошо отвечаю, второй, я понимаю, о чем идет речь, так сказать, очень хорошо, так сказать, вопрос я знаю, там предвечный совет Божий о спасении человека, такой вопрос, очень интересный, кстати говоря, по догматике, а цитат не помню, не помню и все, на первый вопрос, как-то набросал, отвечал, а вдруг, господи, ну, я сделал все, что мог, вдруг слышу голос, смотри, послание апостола Петра, голос звучит в голове, определенный, листаю, так, дрожащими руками пролистываю, не нахожу ничего, закрываю, думаю, померещилось, эти голосы определенные, смотри, послание апостола Петра, открываю, начинаю медленно прочитывать и нахожу ту самую цитату, которая нужна, вот поверьте мне, я не знал, что эта цитата, я забыл, что вот эта вот фраза находится в послании апостола Петра, не зленным серебром и золотом вы искуплены от суетной жизни вашей, но драгоценную кровью Агнца уготована у прежней сложения мира, я запомнил, с тех пор, так сказать, на всю жизнь, вопрос очень интересный, с догматической точки зрения, выхожу к преподавателю, первый вопрос отвечаю, все хорошо, он говорит, второй вопрос, ну ты хорошо все знаешь, не надо, назови мне только цитату, я только начинаю произносить, все, свободен пять, вот, так что, если кто-то вам говорит, что голос Божий невозможно сейчас слушать, или ангел-хранитель нам ничего, так сказать, от Бога не доносит, на собственном оптиме сказать, нет, друзья мои, слышно, не только в чувстве, прям словами слышно, смотри, послание апостола Петра, вот, вот такой комментарий, да, могу ли я, где-то родившись в Африке, спрашивает один из слушателей, прийти к истине сам, живя с родителями и всеми окружающими людьми, верующих в богов солнца, дождя, ну и там видно, что у вас и бильный перечень и так далее, могу ли я, надеюсь, вы не родились в Африке, как и Барак Обама, да, который на Гавайях родился, все вы это знают, да, есть подозрения, ну ладно, вот, тут, по-моему, какие-то разные религии, сегодня же, богов солнца, что-то к египетской религии ближней, так сказать, но я что-то не видел веру отборчивающих египтян в ОМОН-АРА в последнее время, конечно, есть дикие племена, скажем так, населяющие Африку, там более или менее дикие, даже каннибалы там до сих пор есть, по крайней мере, племена на каннибалах не так давно находили еще, в Африке не так далеко лежащие, так сказать, в вполне цивилизованных там или обитаемых регионах, на границе, на южной Эфиопии, представляете, но дело в том, что история 20 века, по крайней мере, показывает, что, живя в Африке, можно по промыслу Божию обратиться. В этом веке нашем, 20-м, причем во второй половине, вот, общая успешная миссия была в Александрийском патриархате, об этом, кстати, сейчас немало написано. Может быть, вам кто-то даже, так сказать, рассказывал, я не знаю, на лекциях, если нет, то, так сказать, интересный вопрос для обсуждения. Когда, скажем так, среди людей, которые там и христианских миссионеров увидели, видели только, так сказать, случайно заезжающих там протестантских проповедников, вот был человек, который задумался, так сказать, прочитав Писание, просто о церкви, да, увидел слово церковь, а где же та самая церковь? Начал ее искать. В итоге нашел, дошел до того, что и крещение принял, и ближних своих, так сказать, привел, стал священником первым, и там с тех пор, так сказать, огромное количество православных, понимаете, но живя в Африке, и священное Писание получив от протестантов, которые, так сказать, мягко говоря, от православия сторонились подальше. Вот. Миссия огромная, там только в 90-х годах, по-моему, была статистика, порядка 10 миллионов человек крестили, так сказать, то же самое в Африке, то есть Александрийский Патриархат сейчас очень активно, так сказать, миссионерски действует, но не только по той причине, что там они занимаются сами миссией, а вот к ним целые племена пришли, обратились и так далее. У нас тут православный семинарий есть в Африке даже. Меня как-то приглашали преподавать в Кении. Есть семинарии, там на окнах вместо стекол сетки потому, потому что обезьяна прыгают, чтобы не мешали, не отвлекали студентов, прыгали за дверью. Вот сеточками окна затянуты, стекол нет, потому что и так жарко. Вот такая семинария, так сказать, тем не менее, там православные семинаристы чернокожие, так сказать, занимаются. Так что, пожалуйста, пример недавний, из 20 века, когда, так сказать, такое происходило. На самом деле, все дело, собственно, в человеке. И об этом говорится в Священном Писании, что ищущие Бога из разных народов и племен возлягут, видите, с Враамом, понимаете, Исааком и Аковом, то есть с теми, кто был призван и избан Богом. Поэтому, каких-то, так сказать, вот таких пределов нет. Другой вопрос, что объективно, скажем так, этому хоть Священное Писание досталось такое, да, в руки, может не попасть, но во всяком случае, Господь какой-то путь укажет, по крайней мере, способ, как отвратиться от этого поклонства, там, или от, так сказать, едения людей подобных, или еще к чему-то. То есть, по крайней мере, хотя бы на уровне ветхозаветной праведности, да, человек, ищущий Бога, может зайти, даже при отсутствии церкви. И такие, как говорит апостол Павел, посланник Кремль, по закону совести будут судимы. Вот. И, может быть, их Господь как раз и примет, и спасет, да, в итоге. Вот. Хотя это, может быть, произойдет не таким простым путем, как нам кажется. Может быть, даже человек, не ставший членом церкви при жизни, и пойдет в темные места, да, то есть, в ад. Ад, или шоу, по-еврейски так переводится, как место лишенное света. Но в эсхатуне, в конце этого мира, если он жил по совести, он узнает Господа Иисуса Христа, узнает и поймет, что это был тот самый Бог, которого он искал, которому он поклонялся. И таким путем Господь может человека этого спасти. Правда, это не будет означать, что он спас сам по себе вне церкви, потому что церковь, это, по крайней мере, общество людей вокруг Господа Иисуса Христа собранных. Поэтому путь спасения возможен, знаете, так сказать, они разные могут быть, эти пути спасения, такие. И для язычников, не надо, так сказать, там, африканцев там или еще кого-нибудь, так сказать, отсекать от спасения просто по причине их жизни где-то далеко. А вот насчет совести, через которую Господь действует, это все, ну, как сказать, это все очень серьезно. Потому что, живя здесь, вот в Москве, вроде бы, так сказать, посреди, не знаю, если уж не посреди православного, так сказать, какого-то народа, может быть, народ и не православный, но свидетельств христианских достаточно. Вот, насколько совесть наша склонна к тому, чтобы голос Божий принять, услышать волю Божию. Ну, мы должны сами себе задавать вопрос. Понимаете, как бы нам не оказаться отлученным от Бога и дальше от него оказаться, чем те же самые африканцы. Спасибо. Есть ли вопрос в зале? Вопрос по записке. Все-таки, почему сила Самсона была именно в волосах? Если это было связано с особым посвящением Богу, то как происходил сам процесс посвящения, почему эта сила вообще имела материальное выражение? Или же стрижение волос было нарушением какого-то обета вроде монашеского? Обряд назарейства принимался, скажем так, временно. Считалось, что это время, посвященное Богу исключительно. Он мог на какое-то время быть принят. как правило, монашество, как у нас, оно пожизненное, принимаешь, так сказать, назарейство не подразумевало. То есть, какое-то время посвящение Богу может быть достаточно длительное, может быть, несколько лет и так далее. Самсон, очевидно, с детства все-таки к Богу был устремлен. Не зря он был избран. То есть, его вот это вот ношение длинных волос, так сказать, течение длительного времени подразумевало то, что он все время должен со своими страстями бороться. То есть, внешний обряд был довольно простой в этом смысле. Наверное, какие-то, так можем догадываться, так сказать, было посвящение от кого-то, да, от священников, а может быть, внешний обряд и не был сформулирован точно так же, как в ранний период монаршества, например, в IV веке, так сказать, не существовало четко сформулированного обряда монашеского пострига. То есть, к кому? Ну, преподобный Харитон исповедник, правильно я помню, так сказать? Более-не-менее, так сказать, как-то нормализует обряд пострига, посвящению монашеству. До этого вот ушел жить где-нибудь в гробнице, там, да, отрекся от мира, порвал социальные связи, ну, как Макарий Великий, Антоний Великий, да, в Египте, где они жили? В гробнице уходили. Бывшие языческие капища, там, погребения и прочее, так сказать, там, больше идти-то негде. подальше от людей, да, вот, вот оторвался от мира, порвал, вот и все, собственно, ничего больше не требовалось. Поэтому, надо искать не какую-то, скажем так, внешнюю формальную сторону, так сказать, необрядно залезет, как таковой важный, даже не ношение волос самсоном длинных, самих по себе. Важно то, что он посвящал он свою жизнь Богу или нет, да, вот, сторонился ли он грехов, связанные с языческим образом жизни или нет. До какого-то момента сторонился, а потом соблазнился, да, вот женщины подвели. Почему волосы не стригли? Опять же, потому что подразумевалось, у нас до сих пор это есть, во вряде крещений, вы знаете, пострижение волос такое. Вообще, возведение на церковной степени тоже пострижение, не только монаш связан. Вот, чтеца постригают, например, да, но пострижение волос в обряде крещения, оно сопровождается некоторой идеей, да, то есть, что это посвящение, как бы, начаток, положився трещи волос, да, то есть, первая символическая жертва. Человек рождается, у него еще и своего ничего нету, только волосики на голове. И вот для его посвящения, вот это вот первое, так сказать, отстригает символически приносится жертву Господу, да, это не Господу жертва нужна, так сказать, это нам нужно, то есть, освящение вообще в Ветхом Завете происходит тоже таким образом, как осветить новый урожай, часть принести и отдать в храм, там, да, как осветить, например, свои стада, так сказать, свое какое-то благосостояние, которое тебе Господь послал. Отдать эту часть Господу, Господи, прими, ну, потому что ты часть принял какую-то небольшую от меня, там, да, одну овечку, например, там, да, одного агнца, или, может быть, разные были жертвопоношения, там, хлебные и так далее, ну, какую-то часть того, чем вот мы живем, чем мы питаемся, что составляет содержание материальное нашей жизни, прими какую-то часть, но то, что Господь принял часть, освящается все остальное целое, да, вот, смысл пострига такой же, так сказать, вот, младенческого, да, освящается голова, голова некоторое начало, да, вот, почему длинные волосы, опять же, так сказать, вот, их не касается, там, нож человеческий, то есть, человек не касается, да, никакого человеческого украшения нету, там, ни плетения словес, ни какого-то, то есть, волос, ни каких-то, вот, человеческих действий, то есть, то, что Господь дал по природе, то это сохраняется, да, там, в каком смысле, обратное постригу, да, вот, но все равно, это момент посвящения, посвящения, то есть, в дальнейшем, вот этот постри, когда стал использоваться, так сказать, христианские времена, там уже скорее по аналогии с этим жертвоприношением отделить часть посвятили Господу, а здесь оставить нетронутым. То есть в первозданном виде, как Господь сотворил. Вот была какая идея очевидна в этих длинных волосах. Но опять же, они не имели никакой магической силы сами по себе, длинные волосы. И не имели, не имеют. Только хранение верности обет Назариста оно делало Самсона сильным. Только оно. Больше ничего. Еще раз повторю, я сказал в той лекции, что отращивание Самсона волос можно осматривать как покаяние. То есть он каялся, он обрел силу Божию через покаяние. Ну что ж, спасибо, отец Александр. Поскольку вопросы исчерпаны, благодарим всех за внимание. До новых встреч. Всего вам доброго.